Музыка Меня зовут Елена, и Господь подобен меня Посетить замечательное село Потеряевка Говорю так тихо, потому что детки наши уже спят Но впечатлений, конечно, очень много И рассказать есть что Так получилось, что мой хороший знакомый Позвонил мне и сказал, что есть возможность И мы с детьми в далеком селе от нашего города Потому что родители уезжают по делам И я подумала, подумала и решила, что, наверное, да Но я не знала, что это село очень маленькое И здесь нет ни магазинов, ни аптек Всего лишь небольшая православная община Когда я приехала сюда И увидела этот дом Я была, конечно, в восторге от того, что В наше время можно построить такой замечательный дом Древянный Внутри он без всякой отделки Просто бревнышки такие вот красивые Замечательные, такие обструганные Это очень приятно И жить здесь Ну, хорошо жить здесь в этом доме Потому что здесь все натурально При тем, как поехать Я подумала, что все-таки Как бы возраст уже не очень молодой И я взяла с собой дочку Она мне так неплохо помогала здесь Потому что ребятишек четверо Самому младшему Где-то чуть больше полутора лет Зовут Рифа Ирина Гей Очень такое старинное, красивое, православное имя Но есть еще тут имена такие интересные Как Варлам Это старший мальчик И Назарий И Втихий Имена, которые я так вот Пришлось мне немножко потрудиться Чтобы запомнить Вот И вот Варлама я иногда называла И Авраамом И Валаамом И Варфоломе Ну, потихонечку привыкла, да Меня зовут София Мне 21 год Однажды мне позвонила мама Недавно И предложила мне поехать Потеряевку Ну, тогда я еще не знала, что это Поселение называется Потеряевка Сказала, что какая-то деревня В 150 километрах от Барнаула И Мне предложила поработать Две недели И постольку-поскольку Я все равно ничем не занималась В это время Я, конечно же, согласилась Потому что Тем более я очень хотела Давно поехать в деревню В глушь И чтобы там была как раз Русская печь Чтобы на ней можно было поспать И мое желание сбылось И вот я здесь Страшно не было Была наоборот Радость от того, что Какой-то кипиш Авантюра Надо рвануть Мама мне сказала Только я сразу говорю Поехали Она сказала, что Поезд едет Что ли, два с половиной часа И что там просто какая-то Остановка, одна минута Станция И все Нас забирают на снегоходе Такие имена очень редко слышишь А тут сразу четыре сложных имени Которых я в своей жизни Редко употребляла Но я их быстро запомнила О сравнении с мамой Маме вообще тяжело Она там путала И до сих пор путает Нет, я их запомнила Варлам, Назарий, Евтихий и Ириней Я их запомнила сразу И я их выговариваю легко Сложность просто была в том Что я иногда Иринеевтихием назвала И наоборот Назарий у меня вообще был Никита Никита у меня Назарий был Варлам у мамы был У мамы Не у меня Я подчеркиваю Варлам у мамы был И Варфоломей И... И Авраам И Валаам В общем И Валаам И Варфоломей И Авраам Это конечно Ну в общем Варлам уже такой Да Я понял что Мы имели ввиду Вот Назарий у мамы был Захарий А Евтихий Евстратий Нет Или кто-то там Ну в общем нет Это так уже А вот Варлам Мама прям до сих пор Ну запомнила Но Как вспомнить Семья В которой я Так вот Господь сподобен Мне находиться Она очень Благочестивая Здесь у нас Так сказать Превалирует Патриархат Все что папа У нас Познал Все Стараются дети Выполнять Когда уехали родители Они оставили Там вот такой Списочек Всех дел Которые должны Выполнять дети Вот Старший Варлам Он больше По хозяйству У нас Справлялся Он ходил Утром Его обязанность Состояла в том Чтобы пойти В сарай И Посмотреть Все ли в порядке Там Со живностью Там у нас Свинки Козочки Курочки И вот Должен был Все это Как бы Следить за этим Младшие Детки Детки Тоже У них Есть свои Обязанности Кто-то Убирает Со стола Посуду После еды Кто-то Смотрит За тем Что Была Вовремя Налито Вода В баке На втором этаже Потому что Дом Двухэтажный И Работы Тут Довольно Таких Немало В общем Ребятишки Они как Ребятишки Как Все дети Везде Они Поначалу Были По ночам Они Были Очень Такие Вот Как Послушные Когда Уехали Родители Ну Дня Три Четыре Потом Они Почувствовали Что Слабинку Немножко У нас И Уже Начали Так Прыг Прыг Скок Скок Туда Кто-то Что-то Не очень Там Хотел Выполнять Приходилось Подсказывать Приходилось Как-то Смотреть За этим Вот И Школа Конечно У нас У нас Уроки Которые Сначала Выполнялись Очень Хорошо Потом Немножечко Так Слабинка Тоже Появилась Вот Школа Тут Двольно Такая Интересная Состоящая Из трех Человек Учеников Назарий И Варлам И Еще один Мальчик Который учится В школе Это Племянник Алексея Устинова Степан Степан Регулярно Приходил Проверять Уроки Когда-то Они были Выполнены Когда-то Он еще Ждал Часа Полтора Пока Не выполняется Вот Ну Тем не менее Как-то С Божьей Помощью Все-таки Мы Что-то Выполняли Я себе Как представляла Да мама 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 Моя Которая Меня сюда Позвала Она сама Не очень сильно Знала Как тут Вообще Что В общих Чертах Только Знала В общем Я Не знала Что Здесь Ничего Нет Я Думала Что Здесь Есть Там Ну Какое-нибудь Одно Сильпо Один Магазин Какая-нибудь Может Одна Аптека Я Не помню То ли я В последний День Узнала Предотъездом То ли Уже В поезде То ли Когда Мы Вообще Уже Приехали Я Узнала Что Здесь Оказывается Всего Лишь 22 Человека Живет Здесь Одна Улица Но Потом Только Вы Мне Сказали Что Здесь Оказывается Три Ученика Только В школе Я Себе Это Не Представляю Я Думала Просто Деревня Далеко И Там Небольшая Но Я Не Думала Что Здесь Вообще Просто Община И Буквально Там Несколько Домов И Одна Улица Но Это Очень Здорово В принципе Тут Можно Нормально Прекрасно Жить Хоть Тут Все Далеко И Нету Магазина Ну Людишь Как Жил Я Что Я Не Помню Что Он Из Бревен Что Есть Печь Русская Я Не Представляла Что Он Настолько Что Бревна Здесь Такие Большие Вот В первом Печне Когда Я Зашла Я На Улице Еще Ничего Не Видела Мы На Санях Ехали Сразу Быстрее Домой В Тепло Я Захожу Сюда И Тут Эти Огромные Ну Сначала Увидела Бревна Потом Зашли За стол Сели Я Смотрю На Потолок Здоровые Бревна У меня Просто Шок Такая Красота Огромная Печь Лестница Я Конечно Была В восторге Ну Вы Помните Я Сидела Еще Долго Какие Огромные Бревна Их Обнять Можно Нет У меня Был Маленький Опыт Там Было Пару Раз По Несколько Часов Там С Двумя Детьми Посидеть Там Не Что-то Такое А Чтобы Четыре Ребенка Еще И все Парни И две Недели Как говорится Без выходных Без прерыва На обед Это Вообще Поначалу Было Тяжело А Потом Полегче Потому Что Привыкли Уже Распорядок Наизусть Который Тут Висел Выучили Даже Не смотрели Туда И Вот Ну Было Сначала Тяжело Сильно И спать Хотелось Очень Сильно А Первые Три Четыре Дня А Потом Ничего Втянулись Ну И потом Как говорится Последний Закончилось Тем Что Варлам У нас Настолько Устал От Учебы Что Что-то Там Не Смог Выполнить И Получил Двойку Ну А Что Делать Мне Пришлось Заклеить Две Странички Чтобы Никто Не Увидел Ну Все Равно Конечно Ничего Нет Такого Тайного Что Не Станет Явным Папа Ну Я Перед тем Как нехать Конечно Я Согласилась Потому Что Я Все Это Как Говорится Все Эту Кухню Знаю Потому Что У меня Опять Родители У Самой Вот Старшенька У Сейчас Уже 31 Год И Младшей Дочке 21 Вот Как Раз Она Со Мно Приезжала И Помогала Мне Помогала Мне Здесь Да Мы Ходили Там Улицу С Детками Гуляли Часто Вот Ну Самим Уже Как-то К вечеру Было Не очень Уже Там Мы С ног Падали Но Все Так Мы Выбрали Время Сходить С дочкой С моей Соней Погулять Отошли Так Подальше Подальше Захотелось Нам Попить Что-то Там Покричать Послушать Эхо А Эхо Тут Очень Замечательно Так Что Приезжайте Покричите Кто Хочет Покричать И Попить Очень Хорошая Природа Здесь Замечательно Но Как мне Рассказывали Местные Жители Клубничка Тут водится И грибы Тут водятся Есть даже Небольшое Озеро Которое Сейчас Не видно Его занесло Но Есть Тем не менее Да Все есть Все для души Тут Пожалуйста Я помню В первый день Когда мы приехали Мы приехали Вечером И легли спать А утром Все встали Все семейство А нас Как бы не стали будить И мы тут В комнате спим И все слышно И у меня И меня Нас с мамой Убедило то что Мы лежим И слышим Как Что вы читали Ну помолились А потом Евангелие читали И меня удивило Ну положительно Что Утром Помолились Потом Евангелие И Отец Детям Своим Сыновьям Как раз Что-то было Про то что Нужно Своему Брата Простить Если он Тебя Попросит Прощения А пока Я за перед тобой Семь раз И нужно Его Простить Семь раз Ну иметь ввиду Сколько он будет Перед тобой Заняться Столько и прощать Меня в положительную Сторон удивило То что Детей так Воспитывают Каждое утро Евангелие И Все Вот это Вот Прочитали Потом Спросили Все Растолковали Все Запомнили В общем Мне понравилось Что вы так Детей воспитываете Ну вы поняли Да И потом Когда родители Уехали И мы молились Да Первый раз Вот родители Вечером уехали Ночью И мы молились Сами Уже без родителей А первый раз Утром И мы стоим На молитве Варлам Самый старший сын Читал у нас Утреннюю молитву И потом После молитвы Которую он читал Потом Я удивилась Тоже Мы так с мамой Стали Думаю Вот это здорово Он начал Просто своими словами Искренне Что-то там Господи Там Сохрани нас Наших родителей В путешествии И нас Остающихся дома Помоги нам Там Ну в общем Наших всяких этих Помоги там Машину новую Приобрести Я не знаю Можно это говорить Или нет Помоги нам Новую машину Привезти Забыла кому-то Еще там что-то С покупкой Чего-то Да В общем Прямо мне понравилось Что 10 лет Ребенку Ну Сыну Варламу 10 лет А И молитва Такая Осознанная Осознанная молитва То есть Человек Еще ребенок А он уже Осознанно молится Вот не просто Прочитал То что ему там Как родители научили Просто молитву утреннюю И все А потом еще стоит Вспоминает Так В общем Осознанно Задумываясь А не просто там Заставили Прочитал молитву И все Вот Вот это приятно Конечно удивило Я думаю Вот это здорово Очень интересно Было сходить Посмотреть на хозяйство И вот Как-то Я собралась Вышла Дочка Мне к Сонне Говорит Мама Я уже сходила Несколько раз Ты до сих пор Не ходила Давай Сходи Вот Открываю сарайчик Захожу А там По правую сторону Свинки По левой сторону Козочки Ну как же Без курочек Конечно Там Курочки И все В общем Очень понравился Мне Козлик С которым Мы пообщались Зовут его Биткоин Насколько я знаю Как нам Барлам сказал Папа Называл его так Потому что Козлик Как бы Приносит Доход В семью Потому что Биткоин Козлик Такой симпатичный Мы с ним Через Правда Через Загородочку Общались Потому что Мама нам Сказала По скайпу Что Вернее По интернету Что Будьте Осторожны У него Большие Большие Рожки Бабушка Нам Пекла Хлеб Приносила Молоко Тут у нас Натуральное Все Это Сливки Замечательные Ну Конечно Яйца Свои Потому что Куры То есть Никакой Химии Совершенно Кто Как говорится Хочет Вести Такой Образ Жизни Поблем Мы Немножко Почистили Там Очень Мне понравился Компот Я сначала Не могла понять Что за ягод Оказалась Костяника Такого Компота Я конечно Никогда Не пробовала Он Интересный Такой Вкус Специфический Сахара Мало И Только Ягодный Вкус Детки Просили Компот Всегда Пришлось Варить Приходилось Варить Сухофруктов Потому Что Пить Детки Любят Очень Сильно Они Такие Водохлебы А что Пить Будут Чем Обыкновенно Лучше Компот Вот Тут Кстати Вазочка С медом За моей Спиной Стоит Такой Бетончик Такой Бетончик В общем Молочный Бетончик В котором Не молочко А мед И Мы Туда Часто Ныряли С ложками Детки И Мы Тоже И С чайком Это Все Пили Дочка Очень Удивлена Когда Увидела Что У кого-то Мед В таких Емкостях А здесь Мед Мед Как Мед Он Почти В бочке Но Бочки Нет Значит Пряга Конечно С пацанами Тяжело Естественно Может быть Не потому Что они Пацаны А просто Потому Что они Дети И Непривычно Что сразу Четверо Детей Еще И Один Которому Два Года Еще Даже Нет Сначала Было Тяжело Потому Что Мы К всему Привлекали Новая Обстановка Распорядок Новые Обязанности А дети Тебя Еще Хорошо Да Все Еще Пока Что Делали Четыре Дня Или Три А Потом Стало Тяжело Осталось Так же Тяжело Но Тяжело Не потому Что А потому Что Дети Начали Уже Расслабляться Ну Естественно Это Логично Это Дети Всего Лишь Так Всегда У Всех Потому Что Дети Начали Не Очень Хороше Себя Вести Ну Понятное Дело А Легче Стало В бытовом Пламе Что Мы Уже Все Помнили Что Ага Цветы Через День Полить Воду В кубе Через День Проверить Все Вот Эти Обязанности Мы Уже Перестали Смотреть На Этот Листок Но Иногда Мы Уже Все Это И так Знали Но Дети Это Мы Пытались Мы Старались До Да В храм Ходили Большинство Конечно Раз Ходила Я Потому Что Мама Оставалась Сыринеем Что Меня Удивило В храме Да Потому Что Я Такое Вижу Первый Раз Потому Что В храме Даже Там Не в Большом Соборе А даже В маленьком Храме Все Равно И там Мало Людей Кто Ходит Кто Не То Что Это Может Плохо Я Не Осуждаю Все Равно Как Болтать А Просто Что Надо Не Жестом Как То Показать А Просто Тихо Ответить Пройтись Куда То Или Что То Вот Такое Тут В храм Прихожу Никто Не Разговаривает Никто Никак Не Коммуницирует Если Надо Что То Показать Как То Жестом Показали Тишина Идеальная У Каждого Своё Место Я Потом Это Заметила Что Все На Своих Местах На Одних Итях Жестая Людей Мало Тишина Идеальная Все Никто Не Опаздывает Все Приходят Заранее И Потом Стоят Пока Начнется Служба Смиренно Ровно Через Неделю Где-то Недавно Было На Середине Моего Пребывания Здесь Была Такая Тишина Но Она Всегда В храме Тишина А Тут Был Момент Что Тишина Прям Такая Прям Идеальная Гробовая Прям Тишина Все Такой Момент Что Никто Вообще Даже Никак Не Переминается Никто Там Тоже Не Кашляет Ничего Просто Вообще Тишина И Мне Так Хочется Кашлянуть Ну Не Кашлянуть Мне Хочется Вот Так Чуть Сделать А Даже Это Будет Очень Громко Слышно Я Стою Когда Кто Нибудь Чем Нибудь Пошумит Или Служба Уже Начнется Потому Что Мы Стояли Заранее Пришли Узяли Пока Служба Начнется Да Когда Начнется Я Хоть Кашляну Себе Спокойно Было Неловко Я Конечно Когда Ехала Я Даже Не Думаю Что Здесь Есть В Таком Маленьком Поселении Есть Свой Храм Ну В общем Храм Так Скажем Небольшой Но Все Жители Туда Обещаются Очень Хорошо Там Тепло И Печка Там Замечательная Не Совсем Не холодно Даже Очень Сильный Мороз Там Тепло Внутри Батюшка Отец Иаким Он Уже В возрасте И Он Как Говорится Храм У него То есть Прихожане У него Все Очень Такие Смиренные Послушные И в храме Тишина Вообще Ни одного Звука Когда Никто Не разговаривает Во время Службы Во время Проповеди Вот Как бывает В городе Приходишь В большой Храм А там Шушушу Все Там Батюшка Бедный Там Не может Перекричать Когда проповедь Говорит Людей Порой Не может Перекричать Просто Здесь же Батюшка Спокойно Разговаривает Спокойно Говорит Проповедь После Службы И Проповедь У него Такая Ну Такая Вот Простым Языком Он Доносит До Людей Все И Часто В проповеди У него Какие-то Житейские Истории Он Подкрепляет Свою проповеди Такими Историями Мне кажется Это Как-то Более Доходит Быстрее Людей Чем Какие-то Такие Сложные Слова Да Что Интересно Когда Буквально На второй День Батюшка Пришел Говорит Мир Вашему Дому И Так Неожиданно Батюшка Приходит В дом Да Просто По-простому Приходит Справиться Как Вы Тут Что Вам Не хватает Может Быть Какие-то Пожелания Какие-то Просьбы Батюшка Да Слава Богу Все Есть У нас Тут Как говорится Дом Полная Чаша Родители Перед тем Как уехать Они Все Нам Рассказали Все Показали Где Что Так Что Все В порядке Но Батюшка Тем не менее Приходил Через День Через Два Все Рано Интересовался Да Очень Такой Момент Удивил Когда Мы Первый раз Пришли На службу И Батюшка Когда Мы Вышли Из Храма Вот В коридорчике Батюшка Говорит Ну Вы Не сочтите За Как говорится За То что Я как-то Придираюсь Или что-то Но Пожалуйста Вы Свои Паспортные Данные Оставьте Дайте Потому что Ну У нас Вот такой Устав Что Так как бы Нужно Потому что Чтобы соблюдать Спокойствие В селе Чтобы Все Были Спокойны Чтобы Нет чужих Людей Вот Интересно Когда мы Приехали Вот Алексей Устинов Показан Мустав Этого Села И там Много Правил Таких Которые Поддерживают Так сказать Это село Там написано Прям Четко Не пить Не курить Не ругаться Не цензурными Словами Да Вот И да Село живет В таком ритме Что Тут все Так Строго Хотя Это все Естественно Это все Должно Так и быть Но В других Местах К сожалению Все не так Вот Поначалу Когда мы Приехали Нам было Тяжело Особенно Вот Первые Три дня Ну и Потом Остальную Все дни Первой Недели Нам Ну как бы Тут конечно Здорово Но мы Были так еще В работе В напряге Потому что Все там Ничего не забыть Все проконтролировать Еще не влились Как бы Все постоянно В мыслях Я держала Так что там Что там Что нужно сделать И нам было тяжело И мы так говорили Ой Ну все Сейчас вот еще чуть-чуть И уже неделя будет Вот выходные Все Одна неделя осталась Сейчас она быстро пролетит Потом началась Вторая неделя Как-то Понедельник Вторник Остается Получается Там дня Четыре Или пять Ну я не знаю Как мама Ну мама тоже Ну Мама-то не очень Как-то Ей было там Тяжело А я говорю Что наоборот Мне понравилось Я уже влилась И мне стало легче И мне понравилось Тут виды И просто Как-то И Ну в общем И виды хорошие И люди хорошие В общем И мне наоборот Взгрустнулось Я начала так Задумываться о том Что Вот наоборот Не типа Не вот Осталось там Несколько дней Скоро домой А наоборот Осталось несколько дней Скоро домой То есть Что не хочется уезжать Я уже начала задумываться О том Что Может быть Я Ну как бы Не так уж Что ты плохо Точнее не то что плохо Ну и что Что там как бы Ничего нет Нормально тут люди живут Можно жить в принципе И почему бы и нет Сама даже начала Задумываться о том Чтобы Сюда Здесь остаться Ну Если не сразу остаться Поехать Ну в общем Мне взгрустнулось А потом Чем Я думаю Неужели там Я больше не увижу этих детей Хоть и с детьми Конечно тяжело Но конечно Я их полюбила К ним привыкла Они все по-своему Особенные Конечно дети Они там Непослушные Там ну Или там балуются Это конечно Ну тяжеловато Но так-то Дети Прекрасные дети Чё они Это просто дети Это мы Я прям Так реагирую Ну в общем И чем меньше дней Оставалось До нашего Отъезда Тем больше Мне уже Уже и грустно стало Уже где-то там Там уже два дня Один день Глаза уже Моментами На мокром месте Ну в общем Вот так А сейчас Вот Скоро уже Через несколько часов Я уже тут Слезы Сдерживаю Самое Больше всего Приходила конечно бабушка Потому что она живет В соседнем доме Бабушка Валя Да Мы конечно И были очень рады Естественно Потому что она там Всякое приносила нам И вообще Было очень приятно С ней поговорить И И помогала нам Что-то Ну в общем Очень интересно Маме особенно Там мама как к ней пошла Потом Ее такая Мама Где ты А они там заговорились Сидят Разговаривают Все у них хорошо В общем Конечно бабушка Валя Нас тут это Поддерживала Батюшка приходил Ну я наверное Не все разы его видела Мама говорит Что где-то через день приходил Ну так Зайдет Да Буквально на пороге Пять минут поговорит Ага Все у вас тут нормально Что-то передал Пошел Заходила Ирина Ирина заходила Ну и Никита Конечно же Потому что Он тут Никита заходил часто Потому что Он тут управлялся Потому что Нам то ведро вынесет То Яйца занесет Значит Еще что-нибудь скажет Бак нужно налить Проконтролировать Печь топил Утром В обед И вечером Когда Бабушка Нас выручила И забрала На несколько часов К себе Иринея Самого нашего Любимого Младшего ребенка А Варлам С Назарием Были в школе А мы взяли с собой И втихие Мы пошли И мы вышли Вот Козам Которые на улице В загоне В сарай Значит Ко всякой живности Там свиньи Козы Куры И большая свинья И в поле Мы с ней не до конца Сходили А так Чуть-чуть Там попели В поле Вот Это сегодня Мы с мамой Вдвоем Второй раз Вышли в поле На закат А так Я выходила Одна тоже И с детьми Гулять Ой, я вам не рассказывала У нас тут такая баталия была Возвращался Выходил уже из сара И шел домой Никого не трогает И мы не играли Снежки сначала Назарий Ему что-то в спину Ну не в спину Это образно так В спину Куда-то там В ногу Кинул снежком Никита такой Отходит Снега набирает Я думаю Ну все Сейчас что-то будет Короче У нас началась баталия Там такие Следы есть на снегу Не знаю Вы может видели Там ворота И тропинка И тут снег Он был ровный Никто там не бегал Никто там не играл И у нас была баталия И там весь снег Истоптанный Проваленный Мы там лазили Мы там И ангелочков На снегу делали В общем Была битва Не на жизнь А на смерть Мы начали сначала Никиту обстреливать Я говорю Ребята Там в бой Все такое прочее А он что-то Наоборот Он говорил Что Хотел Короче На свою сторону Переванить Говорит Я знаю К ним подход Я такая Первый раз Мы конечно Познакомились С какими-то людьми Которые Пришли к нам Еще кто-то Это так случилось Что у меня Было день рождения В феврале 11 февраля И у Алексея Баба Сына Евтихия Тоже 14 февраля И пришли гости Пришла мама Алексея И Как говорится Пригласила с собой Селян И знакомых И родственников Вот Каждый что-то Принес с собой Какую-то вкусность Кто Холодец Сделал Кто тортик Сделал Вот И так Общими силами Мы наварили Картошки Пюрешки И вот так Стол у нас Как говорится Из ничего Превратился В хороший стол Принесли подарки А потом Был день рождения Валентины Тихоновой Мамы Алексея Там уже Пришло Чуть ли не Все село Хотя Все село Это всего 22 человека Кто-то Может и не пришел Но в основном Пришли все Бабушка Накрыла Замечательный Стол Посреди Комнаты Вот Мы Познакомились С дедушкой С Владимиром Бабушка Рассказала Про Про него Очень интересные Всякие Вот О его жизни Вот события Как он работал Как он был машинистом Как он ходил В моря Ну в общем Много чего Интересного И Просто Когда смотришь На человека Как будто Он уже старенький Такой Как бы Думаешь Да Что вот Наверное Вот он В этом селе Прожил всю жизнь Оказывается Совершенно не так И он Повидал Такие места Которые Как говорится Не каждый Увидит По странам Поездил По разным По плавам И на самолетах Он летал Может Мне понравится Вокруг Поля Просто Деревня В одну улицу Вокруг поля Конечно Ну летом Наверное Еще лучше Поле Какие-то Какой-то Лесочек Потом Там чуть-чуть Деревьев Там чуть-чуть Деревьев Такое Вокруг Кое-где Как это сказать Ну да Ну не лес Но это Я не знаю Как сказать Аполлок Наверное Да И вокруг поля Конечно Очень красиво Звездное небо Естественно Звезды И Луну Видно лучше Чем в городе Потому что В городе От этих Ну небо засвечивает От города И не так сильно видно Тут получше Не как в Тайге Конечно Но ярче звезды Закат Очень красивый Потому что Ровное поле И нету даже Деревьев Ну они есть Ну там где он Ну есть момент Где нет деревьев Ну и за деревья Тоже хорошо Красиво Солнце садится Очень красивый закат Над полем Потому что В общем ничего нет Поле ровно И закат Нет там домов Деревьев Что вид Очень красивый В общем На снегоходе Мы очень хорошо Покатались Да Сначала У меня Наш общий знакомый Сначала прокатил Я там сзади поехала Потом показали Как что Ну там ничего сложного Только гнать Не надо сильно И я сама За рулем Снегохода По Как они называются По этим горкам Маленьким Поездила В общем Это конечно Впечатление Надолго Я тут Пришла Сразу Маме Все рассказывала Еще на снегоходе Мы катались Сегодня Сначала На плюшках С детьми Ну По очереди Нас покатали Я сначала Так Немножко Это Ну я конечно Шутя говорила Что ой Боюсь Боюсь На самом деле Я думала Что бы там Ничего не случилось Перед отъездом Но потом Вообще не страшно И очень даже здорово Но потом еще Прокатились просто На снегоходе Да ну в общем Подводя итог Моего здесь пребывания Вообще В целом Конечно Я для себя Сделала Какие-то выводы Там немножко У меня Не то чтобы Мировоззрение Там поменялось Но Произошла Переоценка Ценностей Не в масштабном Конечно Смысли Но Некоторые Там Новые знания Пришли Новые Как это по-русски Инсайды Новые мысли Новые Ну по поводу Общей жизни Дальнейшей Новые идеи Новые какие-то В общем Конечно Что-то новое Я для себя узнала Потому что Новые люди Тут Свой устав И уклад жизни Конечно другой Тоже я на это посмотрела Что-то может Что-то Ну конечно Некоторые Что-то я полезное Для себя Подчеркнула Вот Естественно Самое главное Что Ну я как-то Об этом сильно Не задумывалась Ну вообще В целом Там в жизни Я думала Как там Люди живут в глуши Особенно Вот я маме говорила Мы когда ехали Из Украины В Россию Ну и на поезде Ездили часто И мы проезжали Тоже какое-то поле-поле И несколько домов Или там какое-то Маленькое поселение А потом опять Ничего нету Я думаю Господи Как здесь люди живут Что они тут вообще делают Как они живут И тут ничего нет И тут по сути Мы в то же самое Приехали Как вот эти вот поселения Которые мы приезжали На поезде И ничего Нормально живут Поехали там На снегоходе Или на машине В город Выехали Что-то там Тут Всякое Молоко И мясо свое есть Летом огороды То есть Я для себя поняла Что в принципе Тут можно жить И очень даже неплохо Ну я конечно тут Хозяйством не занималась И Как сказать Ничего не делала Нигде не в саране Это конечно Естественно тяжело Наверное Но в принципе Я как бы только дома Там с детьми И такие вот бытовые Всякие дела Которые я могла бы И там в городе В доме Там в частном делать В принципе тут Нормально люди живут Вообще там можно жить Очень даже хорошо Вот еще такой Интересный момент Я заметила Что Когда Алексей уезжал Он Сказал нам Что Что вся семья Во вторник и четверг Становится на Акафист Дети приходят со школы Там Там Покушали Уроки сделали Они становятся на Акафист По соглашению То есть Не только Молица Это семья Но еще Многие люди С которым они Это согласовали Вот И это называется Молица По соглашению Акафист Значит Вторник и четверг Обязательно И Вот как Рассказывал мне Алексей Что Как только Они начали Вот Читать Эти Акафисты То У них в жизни Стали происходить Такие вот Моменты Когда Явно Явно Видно Что Господь Господь Откликается На молитву И помогает Вот в чем-то Там По хозяйству В строительстве В каких-то Финансовых Делах Да Ну это очень Так вот Я считаю Это правильно Да И дети Это знают И когда Родители уехали Дети уже Сами напоминают Тут Евтихий Нам всегда Напоминал А сегодня Акафист Сегодня Акафист Да Когда даже Мы там Немножко забывали Он напоминал Нам Да И причем Это напоминал Такой Тот из детей Вот такой Ребенок Который был Таким вот Самым подвижным Самым таким Ну Шабудной Такой Ребеночек Который Любит Побаловаться Ну Как всякий Ребенок Да С которым Которым Надо больше Было Уделять Внимание Тем не менее Он нам Подсказывал А вот Матушка А это ведро Не для этого Это ведро Для этого Я говорю Ой-ой-ой Правильно Я забыла Хорошо Ты подсказал И Ну Он подсказывал На молитву Или на Капис Нужно было Положить Подружники И По-моему Назария Это было Да Это было Его Задание Когда он Умерет Их Раскладывает Уже Вот Перед Молитвой Вот Потом он Собирает Когда молитва Закончена И кладет на место Утренние молитвы Вот Всегда у нас Были С Евангелем Прочтение Евангелия И Варлам Потом Задавал Детям Вопросы Младшим Чтобы Понять Чтобы понять Поняли ли они Евангелие Как они его Поняли Чтобы они Действительно Он видел Что они Слушают Нет Я с духовной стороны Для себя Я с духовной стороны Для себя Почерпнула Вообще От жизни Здесь От общения С людьми И От проповедей В храме Потому что На занятии Я была Один раз И Я же туда не хожу Постоянно Я там была Первый раз И Не сильно Я много Что поняла Но я послушала Внимательно Но я уже не помню Честно говоря Это было неделю назад Второй раз Я не ходила Потому что Приехали вы И я Попыталась поспать Но у меня не получилось Вот Проповеди Хорошие Конечно Что тут Читается Евангелие На русском языке И еще что-то На русском языке Я Не помню Не знаю Как сформулировать Мне это конечно Понравилось Потому что Было интересно Потому что Я первый раз Поняла Про чем там Вообще говорится И такая Ааа Вон оно что Не то что Первый раз поняла И до этого Было там Понятно Некий смысл Но когда на русском Конечно Естественно Понятнее И очень интересно Ну и проповеди Хорошие Конечно У батюшки Вот в этом смысле Да От общения Я От пребывания здесь В целом Духовное Подчеркнула Как я говорю Я преисполнилась Я не боюсь Что Ну я не боялась Но вот это вот То что Я знаю Что нормально Можно и прекрасно жить Даже В так называемой Глуши Там За 150 километров От Барнаула И Проезжая здесь На снегоходе И на санях В принципе нормально Можно к этому Не то что можно привыкнуть Как будто к этому Трудно привыкнуть А в том смысле Что Думай что О Тату здесь скучно Интернет там Не ловит И Там Не знаю Мало людей Какие-то Может быть Одни и те же Практически Заботы Каждый день Но В целом Кто хочет Просто Спокойной жизни И даже если Это Молодые люди Но они уже Допустим Хотят Не хотят Там в городе Жить А И всякое Там Я как сказать Ну а Тут В общем Даже если Молодой человек Он Может Захотеться Вот как мне Хотя Я тут всего лишь Две недели Пробыла Может быть Я конечно Своё мнение Поменяю Я думаю Всё-таки А Как я там Типа Без Каких-то там Своих знакомых Или без интернета Или вообще Там Город Там же Всё Магазины Торговые центры Понятное дело Там Кафе Караоке Ну хотя Я и туда Летко хожу Но в целом А тут Как бы Ещё нет Но Мне как-то В общем Сейчас Это то Что мне Как раз Нужно было Даже есть У меня Видео Которое Я записывала Как Видеодневник Который я записала Всего лишь Два раза Вот это Прям Мне Это было Прям Как доктор Как говорится Как доктор Прописал Я прям Ну я уже Об этом говорила Ещё раз повторюсь Что я прям Этого давно хотела Прям где-то год назад Я сильно хотела У нас не получилось С подругой поехать Я уже говорила Куда-нибудь Там Я не знаю Её какую-то там Бабушку Или тётю Мне очень нужно было Прям Мне сильно нужно было Я хотела куда-то уехать В Булуж И вот именно Я хотела русскую печку И вот эта деревня Творог, молоко И вот это всё Выйти с утра Роса Но это ещё было летом Мы конечно никуда не съездили Вот прошёл год Как-то меня отпустило Так сказать Но конечно Эта идея Меня не покидала И тут мама говорит Вот ты хотела Бог тебе послал Что деревня Глуш Община 22 человека Вообще Красота Как раз то Что я хотела Вот мне это было Это то Что нужно было Вот мне Да Я конечно Преисполнилась Я конечно Тут не отдыхала Я тут работала Но я при этом Отдохнула душой Котень и телом И конечно Я хочу Конечно Я не хочу Отсюда уезжать Теперь Не то что не хочу Уезжать Конечно Надо У меня там Свои дела Есть незаконченные Но Это Слезами на глазах Чем ближе К отъезду Тем Я тут уже Несколько раз Прослезилась Да Я теперь думаю Да Весной Бы сюда ещё Приехать Летом Конечно Тут меня Меня уже Не то что пригласили Тут мне уже говорят Приезжай Там на Пасху Конечно Я Не знаю Как там Будет Что Как Бог даст Как говорится Но Хотелось бы сюда Конечно Ещё летом Приехать Я не знаю Может быть Я это говорю Сейчас А потом Я уеду И я передумаю Или у меня будут Какие-то другие Заботы Но сейчас У меня такое ощущение Хотя бы здесь Такое ощущение Что я думаю Здесь можно нормально Жить В принципе Может быть Это и то Что мне нужно Конечно У нас тут были Праздники У нас было Был У моей мамы День рождения 11 февраля А у Евтихи 14 февраля 14 февраля День рождения И вот у мамы День рождения Прошёл Мы тут приходили Батюшка поздравил Там шоколадку подарил Бабушка пришла Подарила Там Кое-что В общем Ещё кто-то что-то подарил А потом Все на 14-го Или всё-таки Раньше Собрались Было такое Небольшое Пару часиков Посидели Такое мини-застолье Скромно так Посидели В общем Был день рождения И мы тоже посидели Хорошо Намного веселее Чем когда Тут собирались На день рождения Моей мамы Матушки Елены Ефтихи Конечно веселее Там было побольше людей Люди были уже Наверное Нас видели уже Второй раз Так раскрепостились Хотя может быть Они и не были зажаты Я не знаю почему-то Когда они у нас тут были Они как-то так скромно Молчали А там повеселее Разговоры пошли Вот и что А Да это было вчера Вас не было Вот Вы приехали Да и мы утром Еще раз у бабушки Посидели Уже с вами День рождения Ее отметили Конечно я Хочу сюда еще приехать Не знаю конечно Как насчет того Чтобы здесь жить Это конечно может быть Громко сказано Еще Надо подумать конечно Потому что Я же не могу так резко Все бросить Переехать Хотя Может быть и могу Да конечно Я хочу сюда еще приехать Как говорится Да даст Бог Еще свидимся Жизнь длинная Земля круглая Ну Мы может быть еще Где-то в другом месте Увидимся Но конечно Хотелось бы сюда еще приехать Особенно летом Или весной Когда будет красота Ну и в другом Ну и в другом как бы Времени года Увидеть Потеряю вкуп Да Конечно Там свои заботы есть Но я надеюсь Что я сюда еще приеду Потому что хочется Хочется конечно еще приехать Ну а потом мы втянулись И вот теперь вот нам нужно уезжать Через несколько часов Но мы уже загрустили Потому что жалко Да Жалко Уезжать Опять в эту суету В этот город Думаю что все-таки Когда-нибудь Мы может быть еще вернемся И еще что-то запишем Еще что-то поснимаем Может быть летом Вот говорят Тут есть ягоды Бабушка нам гостинцев Надавала Клубничное варенье Какое-то еще там Я не могу выговорить Думаю что куда-то мы да Может быть приедем еще раз Дочка мечтает летом Ну конечно мы очень рады Что мы познакомились С этой семьей И что мы сюда попали Потому что много чего вынесли Для себя такого Что как бы в суете городской Оно быстро как-то все-таки забывается И не помнится Тут мы снова возвращаемся Как бы возвращались в то свое состояние Которое должно у нас быть всегда Не важно где мы живем в городе Там в себе Тут это такой вот Как бы Это нормальная жизнь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому